МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Об экологии в Кремле в Москве прошло заседание Государственного совета, посвященного Году экологии. Поддержка продолжится. Корпорация развития малого и среднего предпринимательства принимает заявки от бизнес-соов. Новый год к нам мчится. В Калининском районе начались дворовые праздники. Глава Чувашия Михаил Игнатьев принял участие в заседании Государственного совета России. Оно было посвящено экологическому развитию страны. В частности, вопросом внедрения новой системы обращения с отходами и переходу на новые технологии, позволяющие снизить вред для окружающей среды. Открывая заседание, президент России отметил, человечество уже накопило огромное количество экологических долгов и продолжает испытывать природу на прочность. В итоге ежегодный экономический ущерб в нашей стране доходит до 6% ВВП, а с учетом последствий для здоровья людей и до 15%. Обозначу самые острые экологические проблемы, которые требуют приоритетного решения. Ключевой вопрос – достижение кардинального снижения выбросов вредных веществ в атмосферу, их сбросов в водоемы и в почву. Прежде всего, за счет технологического перевооружения промышленности, внедрения наилучших, так называемых, наилучших доступных технологий. Чуваши в год экологии входят с хорошим заделом. Благодаря реконструкции биологических и чистных сооружений в Новочебоксарске и строительству комплекса по обработке осадков на чистной водопроводной станции «Заовражное» в Чебоксарах, значительно улучшится экологическая ситуация на Чебоксарском и Куйбышевском водохранилищах. Современный полигон ТБО в Новочебоксарске входит в число лучших инвестиционных практик в стране. В дальнейшем планируется строительство мусора перегрузочных станций в разных районах Чуваши. Михаил Игнатьев занял 16-ю позицию в рейтинге глав субъектов, составленному Центром информационных коммуникаций по итогам 2016 года. Результаты национального рейтинга получены на основании анкетирования заочных-очных опросов представителей экспертного сообщества. Корпорация развития малого и среднего предпринимательства продолжит сотрудничество с республикой. Руководитель федеральной структуры Александр Броверман неоднократно отмечал, что чувашские предприятия представляют качественные заявки. Какие проекты уже прошли отбор и сколько претендентов еще могут получить поддержку, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Очередную партию специальной обуви готовят к отправке заказчикам. На протяжении многих лет на этом заводе выпускают ботинки и сапоги для спасателей, газовиков, нефтяников и работников РЖД. В следующем году предприятие намерено выйти и на потребительский рынок. Здесь начнут производить спортивную обувь. Первые образцы уже презентовали на выставке. На данную продукцию очень высокий спрос. То есть наш российский потребитель с удовольствием готов приобретать эту продукцию. Ценовой диапазон этой продукции в несколько раз дешевле европейского аналога конкурирует с китайским ценообразованием. Такую технологию изготовления кроссовок в стране не применял еще никто. Чебоксарскому заводу пригодился опыт коллег из-за рубежа. Она привезена из Испании. Единственное предприятие, которое изготавливает пока эти материалы. Мы с ними заключили дружеский контракт. Применяются сегменты современные из полиэфирных нитей. В Федеральной корпорации развития малого и среднего предпринимательства этот проект признали приоритетным. Предприятие прошло строгий отбор и получило поддержку. Средства планируют направить на закупку современного конвейера, на котором и будут производить спортивную обувь. Корпорация МСП поможет и другому чебоксарскому заводу. Два предприятия Чувашия – это Яхтинг и завод Инагамаш – уже получили денежные средства, и эти деньги уже работают в Чувашии. А темп для принятия решения по банковским направлениям или по видам поддержки достаточно хороший. Это и, так сказать, говорится о том, что это инструмент реальное работающее. Я подчеркиваю это именно в рамках корпорации МСП. На поддержку корпорации МСП претендуют и другие заводы республики. Федеральная структура дает зеленый свет тем, кто настроен создать новые рабочие места. Мы это называем такое неофициальное название, что условный зеленый свет, которые прошли внутреннюю проверку – это 10 заявок от 10 предприятий. Какая перспектива? Ну, первое, мы видим задачу – это довести до положительного решения все заявки, сопровождить их правильно, где-то технически помочь. Ведь министерство для этого и предназначено, министерство экономического развития. Но и расширить. Когда есть хорошее отношение к Чувашии, к бизнесу Чувашии, надо воспользоваться. На это и нацелена наша работа. Дмитрий Ковалев и Сергей Адушкин. Республика. Совет старейшин при главе Чувашии под занавес уходящего года обсудил итоги социально-экономического развития в республике. Индекс промышленного и сельскохозяйственного производства, уровень инфляции более низкий, чем по стране, темпы роста заработной платы. Эти и многие другие показатели можно отнести к несомненным плюсам. Инвестиционная привлекательность является важнейшим фактором, определяющим развитие экономики. Среди субъектов Российской Федерации, 85-ти, наша республика занимает первые десятки, шестое место. В этом году индекс объема промышленного производства составит 110%. Индекс объема сельскохозяйственного производства – 107%. Это хороший показатель по сравнению с другими субъектами Российской Федерации. Если не развивать промышленность, не развивать сельское хозяйство, добиваться успеха в социальной сфере невозможно. Сегодня в республике чествовали лучших государственных и муниципальных служащих. Победителей в этих конкурсах выбирали на протяжении нескольких месяцев. Конкуренция в этом конкурсе довольно серьезная. На победу претендовали более 20 государственных служащих региона. Все участники должны были представить жюри собственные проекты. Главный специалист-эксперт Минэкономразвития республики больше года исследовала проблемы развития технического творчества среди молодежи. Предложения Дианы Михайловой заинтересовали конкурсную комиссию. Девушка заняла второе место. Процесс технического творчества нужно вовлекать как можно больше наших предприятий республики, чтобы они тоже были заинтересованы в этом. Нужно создавать на базе наших предприятий какие-то кружки для занятий данным направлением. И как бы вот перенимая в Великобритании, например, где вот на каждом предприятии они вот занимаются с ранних пор со школьниками, там чуть ли не с детства какие-то для них организуют занятия. Творчеству предела нет. Вот и победительница конкурса в своих трудовых буднях каждый день черпает поэтическое вдохновение. Я свою работу представила в стихотворной форме, потому что хотела показать, что госслужащие это не просто специалисты и профессионалы, которые могут грамотно разрабатывать законопроекты, проект норматив правовых актов, но и творческие люди, которые иногда способны на нестандартные решения. По традиции в рамках конкурса муниципальных служащих чествуют лучших наставников молодых специалистов. В этом году отметили работу начальника отдела администрации Чебоксар Эльдара Черкесова. С каждым из муниципалитетов, с каждым из тех специалистов, которые выступали на этом конкурсе, мы общаемся, мы знакомимся и действительно готовы работать на благо Чебоксарской республики. Вообще многие награжденные благодарили за победу своих коллег. Виновники торжества признаются, в их работе результат зависит только от сплоченной команды. Галина Титарчук, Дмитрий Ковалев, Сергей Адушкин, Республика. Известие об отмене с 2017 года льготной транспортной картой вызвало много вопросов у жителей республики. За круглым столом в общественной палате разбирались ситуации. Льготная транспортная карта, которая давала право ездить на автобусах и троллейбусах в городах Чувашии по пригородным маршрутам неограниченное количество раз, упраздняется с 1 января 2017 года. Но по словам министра труда и соцзащиты Чувашии Сергея Дмитриева, сами льготы не отменяются, меняется механизм их предоставления. Автобус, троллейбус или пригородный автобус теперь можно выбрать только один вид транспорта. Самому купить проездной и только после этого прийти в отдел соцзащиты за компенсацией. Ее размер остается прежним 150 рублей, но теперь компенсация будет предоставляться по личному заявлению льготника. Если раньше при стоимости проездного билета в пределах 750 рублей наши ветераны оплачивали 600 рублей и пользовались льготами, то на сегодняшний день необходимо будет сначала оплатить и после этого мы вот эти разницы 150 рублей будем возмещать из бюджета. В каких целях это сделано? Это сделано для того, чтобы более адресно наши ветераны получали эти льготы и соответственно более эффективны были бюджетные расходы. В республике теперь не будет безлимитного проездного. Вот только со слов самих льготников понятно, что большинству из них пользоваться лишь одним видом транспорта неудобно. Тем, кто привык часто ездить на дачу или огороды, будет трудно сделать выбор. Правительство Чувашии обещает дополнительные меры поддержки льготникам в летний период. Мы предложим все-таки Министерству груда определить ряд маршрутов, ряд маршрутов социально значимых, перевозку по которым будет осуществляться с какими-то представлениями дополнительными меры поддержки. Льготы на проезд касаются многих жителей Чувашии. И, конечно, огромное количество вопросов посыпется в адрес Минтранса. Поэтому нужно как можно скорее, доступнее донести до граждан, как теперь льготы будут предоставляться. Например, как предложила заместитель председателя общественной палаты Чувашии Ирина Булыгина, сделать памятку с объяснением, как будет работать новый механизм предоставления льгот. Предновогодние хлопоты, но совсем не праздничные, сейчас у жителей деревни Игарвары Цивильского района. Один из домов затапливает канализационными стоками. Подробнее Ольга Пырочкина. К Новому году огромный каток прямо под окнами. Однако жители села Игарвары не спешат кататься на коньках и радоваться. Дело в том, что здесь недалеко находятся многоквартирные дома со всеми удобствами, включая канализацию. А около частных домов канализационный колодец. Так вот так текут и замерзают оттуда стоки. Вот он, в прямом смысле, источник местных бед. Ниже по течению этих стоков несколько домов, пока страдает дом Светланы Кронидовны. Вода и на улице, и во дворе. Впрочем, чтобы понять масштаб проблемы, смотреть нужно глубже. Вот такая ситуация сейчас в подполе. Вот так вот все соленья к Новому году сейчас в воде. Напоминаю, в воде канализационной. С тем, что соленых огурчиков этой зимой не поесть, Светлана Кронидовна смирилась. Есть проблема посерьезней. На своем участке женщина вырыла колодец с питьевой водой. Туда стоки, конечно, тоже просачиваются. А как буду я пить? Как буду употреблять эту воду я сейчас? Конечно, конечно. К соседям заходите? К соседям, вон. Так топит эту улицу не в первый раз. В 2012 году мы пробовали колодец около дома. И в 2014 году осенью к нам в колодец начали попадать канализационные воды из многоквартирных домов. Я поэтому обратилась по этому вопросу к главе сельского поселения. Он на мои вопросы не реагировал. Потом я написала письмо Роспотребнадзор. Там специалисты начали, конечно, немножко шевелить воду. И слегка он сремонтировал. Вот так мы два года жили. Опять 22 ноября. Вышла я в огород. Шумит все, как весной. В моей колодец есть четко колонизационная вода. То, что проблемы есть, понятно. Непонятно только, почему канализационные стойки стали переливаться через край колодца. Глава поселения на наши звонки не отвечал. На рабочем месте застать его не удалось. Пришлось ехать в районную администрацию. Колодец свой. Она самовольно там его сделала. Значит, по строительным правилам кондиционные сети, они обладают, значит, должна быть охранная зона. 4 метра с обоей стороны, чтобы, например, как бы не повредить те сети. Ее колодец находится где-то метр в двух. А колодец длиной, они стоят 17 колец. Где-то 17 метров глубиной. Соответственно, они нарушили грунт и сделали это из охранной зоны. Судя по всему, после того, как в питьевой колодец стали попадать стоки, женщина придумала решить проблему, заткнув один из канализационных колодцев. А значит, и трубу. В итоге из другого полилось через край. Буквально вчера мы систему канализации прочистили. Значит, стоки сейчас на квартирных домов идут нормально, как положено. И слив, например, на улицу, поверхность воды не будет больше уже. Вытащили оттуда одеяло, ватное одеяло, понимаете, брюки. То есть, это получается, самостоятельно туда не могут попасть. Получается, оказалось, в воде жительница по своей вине. Однако, понять ее можно. Дело в том, что жителям улицы уже 7 лет обещают построить колодец. И все это время им самим приходится думать, где добыть воду. Вот и в этот раз нам пообещали. Колодец будет к лету 2017-го. Ольга Пырычкина, Олег Якимов, Республика. Сегодня днем около полудня на трассе М7 в районе деревни Нюрши Цивильского района загорелся автомобиль «Форд Фокус». Автомобиль загорелся на полном ходу, но водитель успел вовремя из него выскочить. Водитель «Форда» тут же позвонил в службу спасения. Сотрудники МЧС быстро справились с пожаром. Предположительно, причиной произошедшего стала неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства. Либо короткое замыкание в проводке. Вчера в Чебоксарах также сгорел автомобиль. Предварительный материальный ущерб составил 100 тысяч рублей. ГКЧС Чувашия напоминает единый телефон спасателей пожарных 0-1. Звонки со всех операторов мобильной связи осуществляются бесплатно по номеру 112. В том числе и при отрицательном балансе. До Нового года осталось совсем немного. По традиции в театрах, домах культуры наступает жаркое время. Сегодня для юных жителей республики начались представления в Чувашском академическом драматическом театре имени Константина Иванова. Там поставили сказку «Красная шапочка» и «Инопланетяне». На планету Земля прилетают космические пираты Синеух и Толстяк. Они хотят найти волшебный камень, который исполняет все желания. Им известно, что камень находится у Красной шапочки. Красную шапочку они в глаза не видели, поэтому принимают за нее любого, у кого на голове есть хоть что-то красное. Будь то мухоморы или красные маки. А в сказке все идет по-старому. Волк поджидает на тропинке шапочку, которая идет к бабушке с корзинкой. В сказке занята почти вся труппа театра. Как отмечают артисты, для детей играть гораздо сложнее. Ведь нужно не только привлечь внимание, но и удержать его на протяжении всего спектакля. Для нас это очень интересно. Для детей наверняка это тоже. Во вторую очередь, конечно, мы, артисты, привыкли играть для взрослого зрителя. Но вот в сказках, особенно на русском языке, нам приходится иногда по себя потревожить. Мы должны очень четко чувствовать зал. Реагаж детского зрителя – это особенный. Мы должны так подавать, чтобы тебя слушали. И то же самое не терять десенную линию. Вот это для нас очень большой экзамен тоже. Не просто поставили сказку, давай как-нибудь пробубним. Ребенок посмотрит, не посмотрит, уснет. Новогодние представления и елки запланированы во всех театрах. Следите за афишей. Праздничная атмосфера царила сегодня и в одном из дворов Калининского района города Чебоксары. В царстве Дяды Мороза очутились школьники пяти школ города. Они отгадывали загадки, петли импровизированный торт и рассказывали стихи сказочному волшебнику. Мы пришли и начали играть. Водили хоровод, общались со всякими разными героями. Мне больше всего понравилось. Вообще бессмертный. Организаторами массового гуляния выступили сами школьники. Для многих из них это отличный шанс оценить свои силы. Десятиклассница Кристина хочет стать педагогом. В образе бабы Еги она провела конкурс, собрав вокруг себя добрую половину участников праздника. Я провожу игру. Баба Ешка получается с метлой по кругу вожу. Дети прыгают. Нас тоже обучают мастер-классами, как работать с детьми, есть курсы специально для вожатых, курсы лидеров. На праздники подвели итоги школьного конкурса «Символ года». Ребята Калининского района рисовали, лепили и вырезали огненного петуха из всего, что было под руками. Авторы самых креативных подделок получили грамоты и призы от главы города. Сегодня тут такой прекрасный Новый год, праздник, когда и педагоги, и родители, и жители округа все вместе собрались, чтобы поздравить наших детей, чтобы они еще лучше трудились, учились в следующем году. Хорошее настроение, оно очень нам нужно. На этом новогодние гуляния для жителей Калининского района не закончились. Завтра дворовый праздник пройдет возле 43-й школы города. Дарина Игнатьева, Игорь Зверев, Республика. Наши новости и программы вы можете смотреть на сайте НТРК21.ру. А я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова